С давних 600 человеку вядомых это небезпечное и, на жаль, у большинства случаев смиротное захворвание. Не глядя на все досягнение сучасной медицины, оно по раннейшему не се смиротную погрозу. Узбуджальником шаленства з'является вирус, який знаходится у слиния хворога звера и передается человеку, як правило, при укусе. На ранней стадии шаленства проявляется, як звычайная простуда, у выгляде головного и мышечного болю. Снижение аппетиту, слабости, депрессии. У дальнейшем вирус выкликает тяжкие незворотные порушения. Ежегодно медицинские учреждения по поводу покосов обращаются до 5000 человек. Вот только за полгода этого года уже в медучреждение обратилось 2000 человек. Из них пострадало от явно бешеных животных 150 человек. К ранице вирусу шаленства з'являются як дикие, так и хатние живёлы. Тому, как позбегнуть заражение небеспечным захворванием, необходно сочить за любимыми годаванцами. Так, усе собаки и кошки, незалежно от породы, повинны что год отрымливать прищепку от шаленства. Яе во всех державных ветеринарных установах проводят бесплатно. То есть, как такового лечения от бешенства нет. Единственная мера предупредить заболевание – это сделать сразу профилактические прививки, как только произошёл контакт с животным. Также успех вакцинации зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью медицинского учреждения. Специалисты попередживают, что отмова от прищепок або самовольное испынение курсу лечения могут привести до трагичных наступствов. Терминовая же вакцинация после заражения вирусом, звычайно, дозволяя продухелить развитие симптомов и вылечить человека. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, Телерадио, компания Гомель.